Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем утюжить тему меню взад и поперек и сегодня достаточно необычный урок. Необычность всего в том, что мы попробуем добавить произвольное меню в Toolbar в админке, ну и не только в админке, а там где он показывается вообще. Для чего это нужно? Это очень удобно, вы сами определяете какие пункты будут в меню, а потом удобно перемещаетесь по сайту. Пусть задача и не тривиальная, зато очень показательная как работать с меню без использования привычной нам функции wp-nav-menu, которую мы изучали до этого видео. Но знания, которые мы приобрели когда читали код этой функции нам сегодня очень пригодится. Предлагаю перейти к написанию кода. Писать буду в своем плагине болванки, вы же можете этот код вставить в Function.php темы и наслаждаться результатом. Но надеюсь вы будете повторять вместе со мной, ведь практика темы хороша, что вы делаете сами и запоминаете как это делать. Итак, вспоминаем информацию из прошлых уроков, как удобно управлять меню. Первым делом лучше всего создать область меню, которой потом и будем прикреплять наше меню. На каком хуке это делать? Правильно, на хуке Auto Setup Veme. Пусть кулбек назовем Register My Toolbar. Какой функцией регистрируем меню? Все правильно, Register Nav Menu. Она принимает два параметра. Первый параметр – индификатор меню. Пусть будет Toolbar. А второй параметр – описание меню, которое будет высвечиваться в админке. Пусть будет панель инструментов. Итак, пол-дела сделали. Мы создали область меню, к которому будем прикреплять наше будущее меню. Возвращаемся в админку. Создадим наше меню. Пусть будет название меню в Toolbar, не важно. Итак, у нас в списке появился панель инструментов, к которому мы и назначим наше меню. А теперь просто надобавляем элементов. И чтобы пример был показательный, сделаем вложенность. И причем такую, смачную вложенность, прям вот 4 элемента. И плюс что-нибудь еще. Вот так вот. Сохраняем. Естественно, у нас еще в Toolbar ничего не появилось, потому что мы не написали логику, как это должно работать. И сейчас это сделаем. Нам придется перехватить еще один хук и имя ему AdminBarMenu. Ну и пусть callback называется AddMyToolbar. В callback приходит переменная, пусть назовем ее Toolbar. Посмотрим, что именно оно содержит. И здесь мы видим объект класса WP AdminBar. Благодаря этому мы сможем воспользоваться свойствами и методами этого класса. Но вначале нам нужно получить объекты меню, чтобы ими воспользоваться, то есть их добавить в этот Toolbar. И сейчас нам практически придется повторить код нашей любимой функции WP NavMenu, пусть и в упрощенном варианте. Итак, нам нужно сначала узнать, к области меню Toolbar добавлено ли меню. Объявляем переменную Locations. И чтобы получить все локации меню, воспользуемся функцией GetNavMenuLocations. Эта функция вернет нам массив, где ключ массива Indificator Menu, а значение ID Menu. Вы же помните, что из себя представляет меню? Тем кто забыл, напоминаю, это наши термины таксономии NavMenu. Итак, мы получили наши локации и нам нужно узнать, прикреплено ли к нашей области меню какое-либо меню. То есть, есть ли ID у ключа Toolbar, вообще значение. И если его нет, просто прекратить работу, значит еще меню не добавлено к этой области. Проверить это достаточно просто. Итак, если эту проверку мы прошли, значит меню прикреплено к области меню. А это значит, что мы можем получить пункты этого меню. Для этого воспользуемся функцией WP GetNavMenuItems, которая принимает первым параметром ID Menu. А где оно хранится? Правильно, переменной Locations под ключом Toolbar. После этих операций в переменной Items или будет пустой массив или false. Именно эти значения возвращают переменная WP GetNavMenuItems. И сейчас наша задача проверить, есть ли пункты меню есть, мы продолжим выполнение скрипта если нет, снова его прекратим. И кто более внимательный, сейчас увидели мою ошибку. Что означает первое наше условие? Если у области меню есть меню, остановить выполнение скрипта. А это неправильно, мы должны сделать наоборот. И здесь тоже самое, если нет пунктов меню, остановить выполнение скрипта. Как вы видите, я пишу код как можно проще, чтобы каждому было понятно то, что мы делаем. Итак, если мы прошли все два эти условия, значит пункты меню у нас есть, и значит мы можем теперь их добавить в наш Toolbar. Здесь нам понадобится цикл, поэтому вызываем конструкцию ForEach. Теперь мы должны сформировать пункт меню для Toolbar. Он имеет свою особенную структуру. Все настройки пункта меню мы будем складировать сейчас в массив. Объявим его. И теперь ключевой момент нашего видео. Мы обращаемся к объекту Toolbar, это тот, что пришел к нам в callback, вызываем метод AddNote и соответственно передаем настройки нашего пункта меню одного. Естественно, мы свойства у пункта меню еще не описали, но сейчас это сделаем. Первым свойством опишем ID пункта меню. Оно должно быть уникальное для каждого пункта меню. Пусть оно будет состоять из префикса ID нижнее подчеркивание и ID пункта меню. А вы ведь помните, что означает пункт меню? Это обычный пост в структуре WordPress, ну такая же как запись или страница. То есть у объекта у нас обязательно есть свойство ID, где хранится ее уникальный идентификатор. Благодаря этой конструкции мы можем гарантировать, что у всех пунктов меню будет свой отдельный уникальный идентификатор и никакой путаницы не будет. Теперь мы должны прописать текст ссылки у пункта меню . Данное значение определяется свойством title и у нашего пункта меню такое значение тоже есть. Это заголовок записи, заголовок пункта меню. Как и у любого пункта меню, здесь нужна еще ссылка. Передаем ее в свойство href. Это значение хранится у объекта пункта меню в свойстве uru. В принципе, все самое основное мы прописали. Давайте повторим. Мы берем массив с пунктами меню, то есть массив с объектами меню. Формируем массив настроек каждого пункта меню и добавляем в наш тулбар с помощью метода addNode. Давайте посмотрим, что уже получается. Просто обновлю страницу и как видите все они добавились в одну строку. У нас вроде была вложенность, а все добавилось в строку, причем в самое начало, а хотелось бы добавить после дефолтных пунктов меню. Но последнее решается достаточно просто. Возвращаемся к нашему хуку и приоритет его выполнения поставим как можно больше. Но пусть будет это 999, 999, обновляем и как видите они перепрыгнули в самый конец, то что нужно. Нам осталось решить проблему с вложенностью. Вложенность сделать тоже достаточно просто, за нее отвечает параметр parent. У каждого пункта меню информация о его родителе находится в свойстве menu item parent. Повторяюсь, мы все это разобрали в видео, когда читали код в функции wp-off-menu. Обязательно его посмотрите, чтобы всегда понимать как что работает. Итак, для каждого пункта меню мы указали какой у ней родитель. Проблема в том, что сюда может прилететь ноль, к примеру у пунктов верхнего порядка родителей нет, они сами являются родителями для кого-то и там всегда будет ноль. И это может помешать нашей работе, когда такие настройки попадут в метод addNode. Метод не сможет правильно рассортировать эти пункты меню, кто родитель, а кто дочерний элемент. Если у элемента нет родительского элемента, сюда нужно передать бы false в параметре parent. И тут все достаточно просто, мы сделаем условие. Если у пункта меню свойство menu item parent имеет какое-то значение отличное от нуля, значит мы его помещаем в parent. А если же нет, то помещаем в это свойство обычный false. Ох, чуть-чуть ошибочку не сделал. Итак, копируем, а вторым значением false. Но это тоже ошибочно. Смотрите, как у нас формируется айдишник id нижнее подчеркивание item id. А мы просто передаем айдишник пункта меню. Мы должны повторить структуру, иначе дочерний элемент будет искать айдишник 52, а сам родительский элемент будет с айдишником id нижнее подчеркивание 52. То есть эти два параметра должны быть в едином формате. И сейчас я написал с помощью конкатенации, но мы можем сделать же и проще. Вы ведь знаете. Но это как говорится синтаксический сахар. Итак, мы готовы проверить результат. Обновляем. И вуаля. У нас два родительских элемента. И здесь у нас два родительских элемента. Все совпало. Но у спасибо у нас есть еще куча дочерних элементов. Наводим и получаем. Любая вложенность нам доступна. Все достаточно просто. Давайте перейдем на контакты. И страница открывается. Все просто. А давайте добавим дополнительные свойства для пунктов меню. К примеру я хочу, чтобы пункт меню открывался в новой вкладке. В настройках экрана добавлю эту возможность, чтобы ее можно было выбирать. Тут можно добавить любые возможности, как вы помните. И поставлю вкладочку. Сохраню меню. И попробую перейти. Контакты. И ничего не получилось. Почему? Возвращаемся к коду. У любого пункта меню в Toolbar есть так называемое свойство Meta, которое хранит дополнительные свойства пункта меню. В нашем случае нас интересует свойство Target. И это свойство хранится в объекте пункта меню тоже в свойстве Target. Давайте еще раз проверим. Обновлю страничку. Пробуем. И все прекрасно работает. Как в этом всем не запутаться. Под видео вы найдете ссылку на материал, где хранится код, а также дополнительную информацию, какие свойства может принимать пункт меню для Toolbar. Я сейчас описал только самые нужные возможности. Я бы так сказал то, что я использую сам чаще всего. Иногда я еще классы добавляю. Ну, к примеру, когда мне для пункта меню нужно использовать какой-нибудь JavaScript и чтобы зацепиться за этот класс, я его указываю. Смотрите. В настройках экрана активирую классы, чтоб можно было их вписывать. Контакты. И здесь пишу MyClass, к примеру. Обязательно сохраняем. А теперь в коде доработаем. К сожалению, такой код у нас сработает с ошибкой, потому что в этом свойстве, в свойстве Classes, находится массив классов у пункта меню. А пункт массива у Toolbar в свойстве класс желает принять строку из этих классов. Поэтому нам нужно чуть-чуть доработать код. Это можно сделать с помощью функции Impload, которой первым параметром указываем разделитель. И в нашем случае я пишу запятую, торможу, надо просто пробел. А вторым параметром сам наш массив. И теперь мы массив преобразуем в строку, где каждый элемент массива будет перечислен через пробел. Давайте попробуем. Обновляю. И посмотрю в верстке, как оно выглядит. И вот наш пункт Контакты и Uli элемента, класс который я указал в админке. Вы можете пункту меню в Toolbar добавить еще различные свойства. Это html, rel, onclick, title, tabindex и т.д. Но это редко используемые свойства. Я их в примере показывать не буду. Вы о них можете прочитать в ссылке под видео. Как я и говорил. Итак, основную работу мы выполнили. В принципе, 99% работы мы сделали. Но если перейти во фронт, вы можете увидеть, что и здесь они тоже отобразились. А вдруг вам этого не нужно? Причем они также будут видны и для простых подписчиков, зарегистрированных на сайте. То есть всем ролям, всем авторизованным пользователям, если вы для них отображаете Toolbar. Если вам так не нужно, то рассмотрим пример, как же это убрать для фронта. Возвращаемся к коду. Идем в самое первое условие. Или можем даже создать свое, чтобы вообще никаких запросов не делать. Хотя скорее всего они и так не будут выполняться, потому что содержатся в кэше. Но все равно для наглядности сделаем свое условие отдельное. Пишем if и проверяем. Если это админка, то продолжаем выполнение скрипта. Если не админка, то останавливаем работу скрипта. Проверяем. Пропали. Во фронте они пропали, потому что фронт это не админка соответственно. А в админке естественно остались. Но если у ваших подписчиков есть доступ в админку, они все равно получается увидят меню. И здесь мы добавим еще одно условие. Чтобы определить возможности юзера, используем функцию currentUserCan. И укажем возможность manageOptions. Такая возможность доступна администраторам, но не доступна подписчикам или авторам сайта. Не забываем поставить отрицание. Прочитаем условие заново. Если это не админка, и если это не администратор сайта, то прекращаем выполнение скрипта. Проверим. Естественно сейчас у нас ничего не изменилось, потому что я администратор. Какие у меня есть пользователи? ElMario и он подписчик. Так у меня был где-то плагин, чтобы быстро переключаться между пользователями. Вот бы его найти по-быстрому. Ага. User Switching. Возвращаюсь в пользователи и переключаюсь. И как видите, у нас все осталось. Что за херота? Возвращаемся к коду. Ммм. А, ну понятно. Читаем еще раз условие. Остановить выполнение скрипта, если это не админка, и если это не администратор. В данном случае я поставил оператор i, то есть когда два этих условия выполнится, тогда скрипт будет остановлен. А на данный момент выполняется лишь одно из этих двух условий не админ. Поэтому скрипт продолжает работать. Исправляем на или. И теперь наше условие читается так. Завершить скрипт, если это не админка или юзер не администратор. Проверяем. Обновляю. И у нас пропало меню. Во фронте соответственно тоже. Теперь я вернусь к администратору. Меню у нас показывается. Во фронте не показывается. Все как мы хотели. На этой радостной ноте считаю задачу выполненной. И если у вас остались какие-то замечания или вопросы, самое время их задать. А также не забывайте про информацию под видео. Там вы найдете не только код из этого урока, но и другие интересные решения для админки. Большое спасибо, что досмотрели до конца. А если уж досмотрели до конца, значит видео скорее всего вам понравилось. Поэтому буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на канал. А видео для вас подготовил Дмитрий. Канал о WordPress WP Plus. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok